Анастасия Крапивина с нами на связи. Настя, доброе утро! Летом Крым как будто оживает. Огромное количество туристов и различных мероприятий, но и зимой на полуострове есть чем скрасить досуг. И также, чем живет ваш регион в межсезонье? Доброе утро, коллеги! Вы абсолютно правы, этот сезон оказался рекордным. И не только для Евпатории, но еще и для всего полуострова. За этот год Крым посетило больше 7 миллионов туристов. О сезоне в Евпатории мы поговорим сегодня с Борисом Осмининым, начальником отдела курортов и туризма. Здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, как прошло это лето в Евпатории? Ну, я думаю, что этот сезон для нас был однозначно успешным. Мы перевыполнили условный план по сравнению с прошлогодним сезоном. Если в прошлом году у нас организованных туристов мы приняли с начала года порядка 250 тысяч человек, то в этом году мы уже достигли отметки более 330 тысяч человек. Это туристы, отдыхающие, которые проживали, принимали лечение у нас в санаторно-курортных учреждениях, находились на отдыхе в гостиничных учреждениях. И я думаю, что у нас все есть для того, чтобы мы могли сказать, что сезон был успешным. Я помню, что в прошлом году общая цифра была около миллиона туристов. В этом году сколько всего посетило Евпатории? Ну, условно можно сказать, что эта цифра превысила, я думаю, отметку 1 миллион 300 где-то. Где-то так. И мы готовы принимать такое количество туристов. Сколько у нас всего коллективных средств размещения в городе? В 2019 у нас функционировало 155 коллективных средств размещения, из них 46 санаторно-курортных учреждений. Но не все они функционируют зимой, правильно? Да, в низкий сезон функционируют у нас сейчас порядка 15-18 санаторно-курортных учреждений, в которых постоянно есть отдыхающие, которые приезжают на лечение, поскольку мы все-таки здравница прежде всего, не только там туристический город. Поэтому, невзирая даже на то, что у нас сейчас на улице холодно, нету солнца такого яркого, нельзя купаться, но тем не менее к нам едут. Едут за лечением. Чем еще привлекает Евпатория, помимо лечебной базы? Ну, прежде всего, я думаю, что это историческая составляющая нашего города. Это однозначно наш туристический маршрут Малый Иерусалим. Я считаю, что аналогов его в Крыму точно нет. Наверное, даже на пределах, на просторах нашей большой родины такого аналога нет, на котором сосредоточены объекты семи конфессий. И многие люди приезжают и с достоинством оценивают ту работу, которая была проведена по его восстановлению, и восхищаются действительно этим объектом. Почему закрываются санатории в межсезонье? Санатории в межсезонье закрываются. Давайте уходить от термина межсезонье. Низкий сезон будем применять термин. Но мы стараемся, во всяком случае, так. Потому что сезон у нас все равно есть. Закрываются по той причине, что необходимо отремонтировать номерной фонд, провести какие-то работы по реконструкции, чтобы оказывать свои услуги на достаточно высоком уровне, и чтобы люди, которые приезжали к нам на отдых, они получали и удовольствие, и были довольны. Наверняка у некоторых санаториев нет возможности принимать туристов зимой. Да, есть вопрос такой, как отсутствие отопления. Поэтому, например, в нашей муниципальной здравнице, в пансионате Гагарина, сейчас активно решается вопрос по установке автономной котельной, которая позволит нашей здравнице функционировать не только в летний период, но и в зимний период. И сейчас уже на территории пансионата сделан медицинский центр. Получены разрешительные документы на работу по линии ОМС. И в ближайшее время, в январе, начнется уже пилотно прием таких гостей по линии ОМС. То есть привлекает все-таки в основном своим лечебной базой Евпатория? Евпатория однозначно это город, в который всегда будет привлекать своими лечебными факторами. Мне всегда было интересно, я вот очень часто встречаю людей, которые говорят, я там больше 20 лет назад был в Евпаторию, отдыхал еще в детстве, в время Советского Союза, здесь в каком-то лагере. И вот решил вернуться. Конечно, Евпатория очень сильно изменилась, больше 20 лет все-таки прошло. Мне интересно, возвращаются ли вновь уже в этом периоде в Евпаторию? Наверняка у вас есть какая-то статистика? Ну, люди однозначно возвращаются. Мы регулярно проводим социологические опросы и опрашиваем туристов, которые приезжают в наш город и на отдых, и на лечение. И есть такая статистика, что порядка 96% изъявляют желание посетить Евпаторию с той или иной целью повторно, или в третий раз некоторые приезжают вообще ежегодно, особенно бабушка с внучками, они готовы приезжать каждый год, чтобы наслаждаться нашим морем. Наверняка еще и критикуют немного все-таки Евпаторию. Вы, конечно, с этим боретесь, но расскажите, что не нравится туристам? Ну, туристам не нравятся, конечно, вопросы, когда летом санитарная уборка где-то там, где-то на пляже нахамили, или не так встретили, не так улыбнулись. Поэтому хотелось бы особо отметить вопросы гостеприимства. Это, наверное, один из немаловажнейших факторов, от которых зависит успех курортного сезона как высокого, так и низкого. И в этом направлении ведется огромная работа совместная и городских властей, и санаторно-курортных учреждений. Недавно на базе отеля «Рибера» прошел обучающий семинар, там порядка 70-80 было участников в нем, была интересная программа. То есть, в основном, это все-таки человеческий фактор, недовольное отношение? Человеческий фактор, да. В основном, я считаю, что это человеческий фактор. Спасибо большое, Борис Анатольевич. Я напомню, что Евпатория привлекает туристов еще и событийным туризмом. Здесь происходит очень много мероприятий, и мы уже активно готовимся к Новому году, поэтому ждем всех в гости в детской здравнице. Коллеги, вам слово. Настя, спасибо большое. Я скажу прямо сейчас как бабушка. Желаю вам всего самого доброго, хорошего, замечательных новостей, да и туристов побольше.